Здравствуйте! Вас приветствует Алексей Баганов и город Железногорск. 29 и 30 октября у нас в городе проходит грандиозное мероприятие. Зональный этап краевого молодежного проекта «Новый Фарватер». «Новый Фарватер» — это прежде всего тусовка. Тусовка креативной и активной молодежи, где, как говорится, можно и себя показать, и на других посмотреть. К нам в город приехали 11 команд, более 500 участников из центральной зоны городов и районов Красноярского края. Здесь столько площадок и направлений, что всего и не перечислить. С самого утра субботы в городском Дворце культуры жизнь била ключом. На сцене ДК шли прогоны и репетиции. За кулисами участники судорожно приводили себя в порядок. Ожидаю много эмоций радостных, чтобы все зажгли и чтобы поняли, что новый Фарватер нужно проводить именно в Железногорске. Все хорошие, дружелюбные, помогают. Вот я сейчас стояла, красилась, мне девочки помогали из Сосновоборска. В поле развернулась выставка роботов и технического творчества. Ежегодно мы участвуем в нескольких конкурсах, в том числе по международным регламентам. Но порядка 50-ти, больше ребят участвуют в краевых конкурсах. И около десятка ребят, 10 человек ежегодно выходят на российский уровень. А мы уже в другом месте. Энергия в центре досуга запредельная. Здесь проходят баттлы между битбоксерами, рейперами и брейкдансерами, а также коллективами, занимающимися уличными танцами. Хочется показывать все, что у меня внутри. Я с помощью движения выражаю свою историю, показываю, что хочу рассказать людям с помощью движения. Куча крутых эмоций. Я ожидаю, что будет драйв, много веселья, ну и просто кайфануть. Вечером в Большом зале Дворца культуры прошла церемония открытия центральной зоны нового фарватера. Давайте начнем. Раз, два. Глава города Вадим Медведев и вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш разбили тарелку. Три, два, один. Граждане! После церемонии открытия прошел трехчасовой марафон, в котором выступили лучшие исполнители и коллективы в номинациях «Эстрадный вокал», «Народная и современная хореография», а также победители утренних батлов в центре досуга. Новый фарватер поддерживает все направления молодежных инициатив, которые потом в процессе проектной деятельности реализовываются. Та инициативная молодежь, которая хочет заявиться в этом проекте, то есть они подают свой проект, свою инициативу, и мы помогаем как молодежный центр этот проект реализовывать. В воскресенье с самого утра вся думающая молодежь собралась в школе номер 101. Здесь проходил молодежный саммит. Активная молодежь делилась своим мнением по вопросам трудоустройства, перспективным профессиям, по развитию своих территорий, обсудили проблемы нынешнего образования и внедрения новых образовательных технологий. Новый фарватер всегда собирает друзей. Я думаю, что эти встречи просто такие наполнены азартом каким-то особым. Я поэтому приветствую всех участников фарватера от лица железногорцев и железногорцам, которые участвуют в получить запас такой запал энергии, который будет их вести к новым вершинам. Поэтому фарватеру надо быть фарватерами всем. В это же время во Дворце культуры и в Центре досуга шли мастер-классы от профессионалов в номинации «Арт-парад». После обеда в ДК прошла церемония закрытия и награждения участников. Железногорцы стали победителями множества номинаций форума. И в результате в общем зачете команда Железногорска стала абсолютным победителем центральной зоны регионального молодежного инфраструктурного проекта «Новый фарватер». Наверное, не хватит и нескольких часов, чтобы рассказать о всех мероприятиях и событиях, которые прошли в рамках этого проекта. Мы же попытались уместить все в пять минут. Как это у нас получилось, судить вам. Алексей Баганов, Александр Шарабарин. Специально для Атом ТВ. Продолжение следует...